Добрый вечер, спасибо, что вы сегодня с нами. Да, здравствуйте, здравствуйте. Ваша организация, которая занимается как раз самыми разнообразными праздниками, называется Шумгам. А праздник это что, обязательно Шумогам или все-таки бывают тихие вечеринки? Бывают тихие, бывают прямо релакс вечеринки, скажем так, где все совсем-совсем отдыхают от того шума, что было, допустим, днем, да, и вечером просят уже ставить что-нибудь такое мягкое. Но Шумгам, слово, которое мы, скажем так, взяли, собрали и придумали, оно хорошо объясняет то, что творится чаще всего на хороших праздниках. Как-то бегать, попрыгать, побеситься, но чаще это детские, скажем так, хотя и взрослые тоже так бывают, когда свадьбы. Тут взорвался буфетти, здесь у нас какие-нибудь шары полетели, здесь у нас качают невесту, здесь украли жениха. Или наоборот. Или по-всякому бывает. Здесь взорвался жених, здесь… Да, 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 это самое интересное. И полетела, полетела невеста, да, это тоже-тоже хорошо. Правильно я понимаю, что в ваших силах организовать праздник для совершенно любой аудитории и, в общем-то, под любую компанию можно подстроиться? Да, да, в принципе, в принципе, естественно, многое зависит от желания того человека, который устраивает праздник. Сейчас с развитием эры, скажем там, цифровых технологий и всего прочего, можно вести какие-нибудь прямые репортажи откуда-то тоже издалека, то есть накладывать со спецэффектами и сделать праздник. Можно какую-нибудь виртуальную звезду позвать себе на день рождения, чтобы она там Фредди Меркури, например, да, ну, за безумные деньги пока, конечно, спел на юбилей, допустим, дедушки, да, там, 70 лет, и вот он там… И Пинк Флойд, кто там от нас, мало ли, уже ушли артисты, тоже это можно сделать. И, собственно, от самых маленьких, когда у нас один герой какой-нибудь там, Человек-паук или пират, и один ребенок, бывают такие тет-тет-тет-праздники, до самых больших, какой-нибудь день семьи вот в большой конторе, где бывает 2-3 тысячи сотрудников и плюс еще, соответственно, семья, то есть много-много народу и много студий, много сцен, там уже совсем по-другому строится праздник. Сколько человек нужно, чтобы вот такой грандиозный праздник устроить? Большой праздник много, там одних администраторов бывает, которые следят за сценами, за локациями и прочим, человек, наверное, 30-40, соответственно, плюс артисты, плюс монтаж заранее за сутки, за двое, и такое хорошее, знаете, как такое боевое учение, дислокация, развернуться, свернуться, все сделать, но тем интереснее все это делать и замечательные праздники, летние, очень хорошие, зимой, естественно, Новый год бывает, когда тоже просят устроить где-нибудь, иногда даже в лесу, приехать, поставить, протопить там поляну. Всегда мечтал настоящую елку в лесу нарядить. Вот, хорошие. Встретить Новый год. 31 декабря, большая поляна, огромный-огромный костер, много маленьких костров, и вот так уже можно как раз по-русски встретить Новый год в валенках, взрывая какие-нибудь там салюты и прочее, прочее, поиграя в снежки. Хороший Новый год. Это такие уже штучные праздники, такое серьезное производство. Но наверняка есть у вас и конвейерная работа. Что больше всего пользуется популярностью? Ну, скажем так, вот у нас в Шумгаме чаще всего все-таки заказывают детские праздники. То есть получается, что основной поток, скажем так, 70 на 30, если так процентаж брать. Соответственно, основные праздники просто день рождения у детей. Дети растут. У нас многие мамы, скажем так, зацепляются, зацепились и за нас, и они могут звать нас из года в год. То есть первый раз мы пришли, когда ребенку был вообще один год. Допустим, мы сделали какое-нибудь мыльное шоу. Потом два года ребенку уже можно аккуратненько хотя бы минут 15-20 поиграть какая-то, говоря по-современному, анимация. Ну, игры просто так, если говорить. И шарики позапускали что-то. Чаще всего женский герой, клоунесс или кто-то там, Пеппи Длин и Челок. Три года уже какой-нибудь можно мужского героя, супергероя, Человек-паук и прочее. Четыре пираты, пять какой-нибудь безумный профессор. Так, как есть семейный доктор. А как же клоуны, классика. Клоуны тоже, да. Ну, а клоуны сейчас дети все-таки уже, допустим, школьники. Приходить в школу клоуном уже не камильфой. Если раньше там казалось, да, там до пятого класса, то сейчас дети в семь лет, они уже косо смотрят как-то на вас. Там, да, дядя, пришел дядя, красный нос. Кстати, стараемся уйти от образа героя-клоуна, такого размалеванного, говоря так просто. Классического советского периода. Но даже не, ладно, советского, больше вот как вот фильм «Нечто», да, и прочие-прочие там вот на Рональд Макдональд и прочие-прочие, которые сильно разукрашены. У многих даже фобия, даже у взрослых больше фобия, что вот этот клоун такой какой-то ужасный. Здесь просто человек в ярком парчевом костюме, красивый, какой-нибудь фраг, какая-нибудь смешная шапочка на лысой голове, шапка с цветочком, да, и там что-нибудь такое, там чуть-чуть, может быть, ну, чуть-чуть красный нос. Все. Остальное уже клоунский образ дополняется тем, что как говоришь, что говоришь, что делаешь, собственно, вот это и делается. Есть, кстати, семейный, как вот есть семейный врач, и есть семейный актер, допустим, да, и вот он как-то кому-то привыкли дети, и вот так они... Семейное агентство праздников различные. Ну, можно, да, 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 как-то там, да, наподобие такого сказать. Хорошо, а самая нестандартная вечеринка, которую вам приходилось организовывать, не называя имен, фамилии, пароль и явок. Самая нестандартная. Да, наверное, просто какая-нибудь прогулка. Вот, могу сказать, самая нестандартная из того, что сейчас делаем. Мало кто знает, что у нас планетарий питерский, он так и работает, все в порядке, он есть, и там можно, если очень захотеть, попросить так, чтобы вам устроили в любое время года вечер при звездах для двоих. Огромный зал на 300 мест, но вы будете сидеть там вдвоем, аккуратненько попивая шампанское, например, или там... Любой звезды. И звезды, любое созвездие, как угодно, южное полушарие, северное полушарие, красивая музыка, огромный вот этот прибор CES, но в темноте теряется, и вот вы под звездами, очень романтично. Просто необычно в том плане, что мало где такое можно еще сделать. Вот из этих соображений так. А так, самые безумные, наверное, ну вот, опять же, какие-нибудь такие дни семьи в больших конторах, где очень много площадок, начиная от научных шоу, заканчивая уже просто там, ходя, артисты на ходулях, мыльные шоу, шарики во все стороны. Ну вот мы огромный шар запускали, например, была задача запустить огромный 5-метровый шар, к нему приделать специальный датчик, чтобы потом можно было его найти. Шарик расписывали дети, оставляли свои пожелания, и потом этот шар улетел далеко-далеко, он улетел на 150 километров Ленобласть, и мы его потом всей командой искали, и нашли деревню Кукуй, есть такая там в сторону Москвы. Кстати, у нас как-то над Питером все ветра в Москву идут, вот если так... То есть вам тоже было нескучно, вы тоже порадовались. Очень-очень, мы в том-то и дело, почему мы зацепились за все эти праздники, я катался раньше вожатым, в Ваничковом дворце тоже недалеко здесь, на Невском, находится, и потом мы поняли, что мы хорошо, у нас хорошо получается, дети нас любят, мы любим детей, и у нас получается общение. И, собственно, вот так мы дальше-дальше-дальше и стали уже делать праздники, праздники, праздники. Можно ли говорить о том, что, в принципе, традиция так костюмированно встречать праздники, отмечать, а пришла к нам с запада. Ну, все мы помним классические фильмы, когда вот день рождения ребенка, барбекю и обязательно клоун бегает. Скорее всего, да, видимо, соглашусь, потому что все-таки вот в моем, допустим, детстве, я пытаюсь вспомнить, ну, как праздновать день рождения, наверное, собирали друзей и что-нибудь смотрели там на видеомагнитофоне, да, и наподобие. Но вот так, чтобы, да, приглашать кого-то, дополнительно артистов, актеров и что-то делать, такого не было. Да, действительно, видимо, когда уже пошли праздники и было показано, как это можно делать, да, вот те же там какие-нибудь шарики для моделирования из длинных что-то делается, там хлопушки и прочее-прочее, да, видимо, все это вместе собралось уже в голове, в такое понимание, что хочется сделать так. И вот самые, видимо, первые уже кто-то из наших богачей, видимо, в 90-е уже где-то таскали, чуть ли, может быть, даже из-за границы, и постепенно у нас стал появляться такой вариант. Много безработных актеров в 90-е, да, ведущие новостей и прочее-прочее. Детский праздник, есть дети, появлялись, кстати, новые умения тоже, вот чтобы проводить праздник, нужно что-то такое интересное уметь, там, крутите шариков, какие-то особенные игры, не просто как дворовые какие-то, а уже по-интересному. В закрытом помещении вас оставили 10 детей, закрыли в комнате, да, и вы. Веселите, иначе они вас разорвут в почве. Есть, есть, конечно, варианты, что не получится, но вот у нас получается час-два. У нас даже были самые, наверное, кстати, еще нестандартные праздники, длинные праздники. Когда, допустим, заказывают детский праздник час, ну час понятно, мы берем реквизиты на час, но второй час мы еще как-то протянем на этом реквизите, разыграем какие-то конкурсы, как-то переначим, потом говорят, слушайте, так классно, мы хорошо сидим в сторонке, вы с детьми еще поиграете еще часок. И так мы играли самое максимальное, 6 часов у нас было, загородный праздник далеко от Зеленогорска, и под конец уже последние 2 часа мы просто бесились, бегали по участку, набирали капитошки, в шарик много воды и бросались друг к другу уже, да, все были довольны. И дети не уснут, 6 часов веселиться-то, это же... Ну вот, но они уже под конец, мы уже переходим в разряд совсем друзей, да, мы как-то ходим за руку там что-то показать, а вот здесь-то у нас там тот-то живет, здесь тот-то, давайте поиграем так, давайте поговорим там за жизнь какой-нибудь поговорить там. Дети, были дети примерно лет, наверное, 5-4-5, да, и там еще была старшая сестра лет, наверное, 9, и вот мы все вместе такой гурьбой просто уже сидели, как-то все вместе поесть, да, с каким-то посмеяться, там, что-нибудь сделать, и вот вошли в эту семью целиком и полностью. Возвращаясь к вечеринкам для взрослых, тоже мода последних лет, тематические вечеринки, когда всем предлагается идти в костюмах пиратов, моряков, там, кого угодно. Это тоже западная традиция, ли это мы уже придумали? Ну, надо повспоминать, если честно, я сам, скажем так, выпустили меня в Советском Союзе, да, еще, то есть, но вот именно застал в таком осязаемом возрасте, когда я все понимал, уже все-таки Россию нашу, и тогда было, видимо, не до праздников поначалу, да, вот делать. Скорее всего, да, все равно это все пришло вот такие тематические вечеринки, как Хэллоуин, да, вот с чего начинается чаще всего. Многие даже конторы, которые занимаются праздниками, они, даже не праздниками, а больше прокатом костюмов, например, да, вот есть свой парк костюмов, они работают на два таких глобальных праздника, это Новый год и Хэллоуин, а все остальное там уже они организуют какие-то... Разные. Да, и вот здесь как раз народ посмотрел, что на Хэллоуин можно как-то не только там костюм зомби себе сделать, да, красными помидорами помазаться, но и что-то интересное. Им понравилось, и они решили, давайте каждый месяц делать такую тематическую вечеринку. С костюмами, без костюмов, Звездные войны, там еще прочее. Сейчас, кстати, недавно, точнее, не недавно, а скоро будет интересный, называется, конвент Старкон на выходных. Вот там будет, вот это будет вечеринка так вечеринка. Это у нас находится недалеко за городом, на выходных туда съезжаются со всей России люди, которые делают профессионально безумные костюмы, трансформеров, которые складываются... Мы подробно как раз в студии на Невском говорили об этой вечеринке. Здесь просто, это же вот новая тема, она ведет с собой новые определенные проблемы, особенно такие свадебные подставы бывают, когда получаешь приглашение, значит, от любимых, дорогих друзей и родственников, и выясняется, что это должно быть обязательно в костюме пирата. Ну, тут два варианта. Например, все-таки по-хорошему, конечно, можно на свадьбу заказать много костюмов, чтобы молодые сами заботились, чтобы у каждого было что-то, да, у вас там просто, или аквагример сидит, он вам нарисует какой-нибудь шрам. Ну, понятно, можно закрыть класс. Сделать вас, наконец-то... Всегда можно выкрутиться из какой-то ситуации малыми жертвами. Да, да. Бывали детские праздники, когда мы забывали костюмы, например, да, и мы как-то пытались там что-то там сделать, но это такие совсем уже экстрим-экстрим, но можно-можно сделать. Как раз о том, как малой крови выйти из подобных испытаний. Давайте поговорим после рекламы, вернемся в студию на Невском буквально через 1-2 минуты. Продолжается время встречать гостей на канале Теледома, и мы продолжаем нашу беседу с Никитой Поповым, известным в Петербурге организатором праздников, основателем праздничного агентства «Шумгам». До рекламы мы говорили о том, что как раз вся новая культура торжеств семейных и так далее, она пришла к нам после 90-х, когда было не до праздников, в том числе экономически. Но, в общем-то, и сейчас устроить такую серьезную вечеринку с приглашением актеров, аниматоров, это не дешево. По-разному. У нас сейчас рынок полнится ребятами, которые приезжают в Украину, Беларусь и прочее, прочее. Там многие готовы работать за кусок торта. Но по-разному бывает. Все-таки у нас держатся клиенты те, которые уже знают нас, они знакомы, и, собственно, чаще всего так и передается из уст в уста, такое сарафанное радио, про то, что вот так ребята хорошо работают и есть. Но детский праздник, конечно, многие родители берутся просто сами делать, знают, где шарики. Бюджет. Бюджет, чтобы это сделать с участием профессионалов. Например, детские праздники от 2000 и до… Обычно детские, слушайте, средний чек, наверное, где-то тысяч, наверное, 5 обходится. Это работа одного-двух аниматоров в костюмах. Это наш реквизит, это шарики, это шарики для моделирования, то, что мы с собой приносим. Это цены в Петербурге, я думаю, что они, в общем-то, немного будут отличаться и в среднем празднике, скорее всего. Да, в Москве все дороже. И вы обещали продемонстрировать несколько доступных в большинстве людей моментов, как можно и без помощи профессионалов дома выкрутиться, устроить праздник девушки или дедушки. Я с собой взял универсальную штуку, как сделать, скажем, праздник и носить с собой в кармане. Ну, во-первых, это у нас называется насос, притом двухходовой, он надувает и в одну, и в другую сторону. Но с помощью него можно надуть вот такие вот замечательные, это шар для моделирования. Говоря по-научному, 260 у него размер, 2 дюйма в толщину и 60 в длину. Давайте мы попробуем. Так вот как это делается с насосами, а мы-то пробовали все это самостоятельно. Ну, попробуем хотя бы сделать. Покажу первым делом маленький фокус, как это, и что с ним. Чтобы никто не боялся у нас взрывов, шарик у нас с вами один. Большая просьба, подуйте вот сюда, хорошенько, только издалека. Еще разокну. Вот так, и если правильно подуть, был шарик один, стал шарик два. Это вам. Фантас. А это давайте куда-нибудь второй, второй, чтобы... Да, уже улетел. Маленький, маленький фокус. Да, дети, как раз вот тоже реакция, как у вас. Я покажу, как сделать самую простую, наверное, фигуру, две. Одну для парней, другую для девчонок. Чем хороши шарики? Тем, что вы пришли, а у вас в кармане можно взять насос поменьше и немножко шариков. И через полчаса, если правильно все делают, у вас вся комната будет как раз во всех этих шарах. Что-то приятное. Ну вот, например, давайте сделаем... Девчонки обожают маленьких простых собачек. Признаться, пытался сам не раз делать подобные вещи. Сколько шаров испортил, то сложно почитать. Самая простая, делается шарик примерно вот такого размера. Дуть надо? Это у нас будет хвост. Да, 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 надувать. Здесь у нас начало шарика. Вот я уже... А буду крутить, начиная с головы, собственно, мы... Нет, дуть не нужно, погодите, погодите. Мы здесь обойдемся, складываем, нажимаем, перекручиваем. У нас получился маленький замочек, это у нас будут такие ушки. Соответственно, лапы то же самое, повторяем, складываем, перекрутить. Еще раз сложить, аккуратно перекрутить. Третий раз. Вот такая собачка. И, конечно же, немного магии. Нужно сильно-сильно подуть. Как долго учились этому? Ну, слушайте, не одна тысяча шариков. Чтобы быстро получалось, научить можно... Я могу вас, допустим, вот после эфира научить буквально за минуту, чтобы вы так делали. Но чтобы быстро получалось, вот у вас прибежало 100 детей, и нужно за час, чтобы у каждого ребенка такое было, нужно просто взять себе 500 шариков, пакет самый большой. Как научиться, чтобы просто шарики не лопались, и хотя бы за полчаса сделать одну такую милую маленькую розовую собачку? Хороший вопрос. Ну, любить, полюбить шарики. Ну, они хорошие, это хорошие шарики. Так, прошу, это вам. И пока обещал показать что-нибудь для... Красота. Для мужчин. Давайте тоже сделаем, чтобы все-таки парни... Шар подлиннее. Собственно, берется совсем-совсем длинный. И самое главное, делаем петлю на конце, продеваем. И можно сделать маленький, красивый. Вот с таким мячом уже можно и на папу, и на дедушку, да, как-то... И без увечий. Да, 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 собственно. Мы обычно детям объясняем, что это такая волшебная палочка, что если подойти к папе и сказать, папа, я хочу пирожное, и вот так папу теребанить до того момента, пока, собственно, уже... И чаще всего срабатывает. Ну, по-всякому, да. Наше дело подарить, а там уже... Наверняка случаются казусы и эксцессы в вашей работе. Ведь дети, на самом деле, это очень требовательные зрители, которых обмануть сложно, и стоит только немножко упустить момент, как все. Да, бывает, кстати, у нас в последнее время родители как-то вносят свою лепту в то, чтобы дети перестали верить, скажем так, в чудеса. Мы каждый раз стараемся, когда приходим на праздник, где-нибудь прятаться, переодеться, и потом, допустим, там, тот же самый Дед Мороз классик, когда переоделся и пришел с улицы специально, чтобы не из комнаты вышел, а вот там, может быть, даже выйти специально из подъезда, постоять в снегу, чтобы было... чувствовалось, что человек с улицы пришел. Запах мороза. Да, а родители часто сейчас маму говорят, знаете, вот, сынок, выйди, пожалуйста, из комнаты, сейчас вот дядя пришел, аниматор, мы ему тебе купили на праздник, он переоденется и потом с тобой поиграет. Ну, вот после этого играть с пятилетним ребенком, и вот, допустим, ты переодеваешься к какому-нибудь ковбою или пирату, уже, ну, осадок остается, что можно было сделать ведь так, чтобы он в следующие года три, да, верил, что настоящий ковбой, пират пришел к нему, и вот по-другому совсем идет, и у тебя уже... Обманываем, обманываем детей. Замечательно, это нужно, это важно. Профессиональное мнение. Естественно. Ваше мнение, да, хорошо. А сколько лет ребенку нужно раскрыть тайну, что Деда Мороза не существует? В прошлом году я был у 11-летней девочки Дедом Морозом, и она верила, я думаю, оно придет само. Чаще всего сейчас дети сами друг другу рассказывают в школе, в детском саду еще нет. И не только про Деда Мороза. Да, ну, всякое бывает. В школе, в первом классе совсем меняются дети, вот дети детский сад и дети первый класс, вот там они уже понимают многое. Поэтому я думаю, лет 7-8 стоит уже как-то аккуратно поговорить. Хотя, вот я говорю, девочка 11 лет, верит, читает стихи. Самое главное, чтобы Дед Мороз желательно не менялся. Вот если вы за кого-то засыпились, да, или знакомый, можно объяснять, что это брат, наверное, там, где тот уехал, к себе на Северный полюс прислал брата, но вот это уже в какой-то момент не работает. А так вот запечатлелся образ, и он работает сам на себя. Вот это важно. Тогда можно лет до 10 точно тянуть детство. Вечеринки для взрослых. Тут-то наверняка казусов больше случается. Да, бывает. Делитесь. Давайте, давайте, ну, чем таким поделиться особенным. Ну, например, не вовремя сработавший салют. Но салюты разные бывают. Главное, чтобы все живы оставались. Это естественно, да. У нас салют и под салютом, я подразумеваю, если какая-то такая закрытая вечеринка в помещении. Естественно, после многих инцидентов, которые бывали, вот совсем недавно в Мексике, по-моему, там безумные жертвы были, тоже сработала пиротехника. Сжатый воздух чаще всего сейчас используется. Конфетти. Сверху конфетти, снизу у нас сжатый воздух. И, собственно, толкает, это выбрасывается очень красиво. Все умелькает и прыгает. Так вот, допустим, кто-то в первый момент свадьбы все уселись. У нас заправлено ящик такой, много конфетти работает по нажатию на кнопку. В нужный момент мы думали запустить его во время первого танца. И встает мама молодых, берет слово, проникновенно, слезы. И в этот момент... Кнопка срабатывает. Да, сработало, видимо, как-то где-то замкнулось. Там все-таки Китай, Китай, по-всякому бывает. Или, например, взрыв шара тоже интересная штука. Малые молодожены какие-то нас смотрят. Советую на свадьбу. Если у вас большой зал, хороший потолок метров хотя бы 3-4, под потолок можно повесить шар размером 2 метра. Внутри много маленьких шариков. И очень красиво, когда первый танец, вы танцуете. Большой шар лопается, и маленькие шарики падают на... Да, под музыку как-то, да, красиво. Там еще можно как-то добавить конфетти. Очень приятно. Мы иногда даже делаем в эти еще маленькие шарики, вкладываем маленькие бумажки, где у нас написаны номера. Это у нас лотерейные билеты. Но ведь звук от взрывающегося большого шарика может бабушку, жениха или невесты довести до какого-то странного медицинского состояния. Хорошее понятие странное медицинское состояние. Ну, мы стараемся, мы предупреждаем. Да, да, мы предупреждаем. Он взрывается не так, чтобы сильно. Мы, ведущие в этот момент, подхватываем. Дорогие друзья, и теперь, наконец, для наших молодых, там уже громкостью колонок это все заглушается. Поэтому... На каждой вечеринке есть обязательно хотя бы один гость, которому и шутки не нравятся, и конкурсы пошлые, и скучные. Как с такой публикой работать? Иммунитет есть уже? Стараемся, естественно, да. Во-первых, искусство, так скажем, пикировки, когда тебе что-то может быть неприятное, и всегда говорят, да, не получается так, чтобы всем нравилось, да, или ты работаешь на молодых, или еще на кого-то. Чаще всего мой главный критерий — это, допустим, вот свадьба, если брать, важные праздники, да, которые бывают там раз в жизни у многих, и нужно провести просто идеально, мой ориентир — это молодые. Я смотрю на них, чаще всего на невесту, даже потому что она, скажем так, заведует тем, как это все происходит и что происходит. И если им нравится, да, и родителям, то есть ближний круг, все остальные, собственно, уже подстраиваются под это. Если кто-то подойдет, скажет нам свое, говоря по-простому, фи, что там что-то с музыкой не так, мы объясним, что так попросили молодые. Если довольны молодые, довольны, в общем и целом, и мы, и большая часть уже приглашенных гостей. Поэтому бывали у нас, скажем так, приглашенные гости, которые на свадьбе говорили, там, поставьте скутеры, там, еще что-то. Ну, классика жанра, да, как было раньше у диджея грубо, что, эй, диджей, поставь мою пластинку, что за этим играет. Вот бывает, вот прямо перикатуры. Я думаю, что об этом, от этого никак не отойти. В моей практике был такой случай, когда женили друга, друг рок-музыкант, поэтому очень сильно просили и диджеев, и ведущих, но вот как-то поменьше песен, типа «Ах, эта свадьба пела и плясала», поменьше прыжков с шариками между ног, ну, как-то вот спокойнее. Это скорее вечер, чем вечеринка. И очень долго приходилось на каждом этапе переубеждать и диджеев, и ведущих, потому что они говорили, это же не свадьба, это же какой-то блюзовый вечер, зачем вы нас позвали? Возможно, проблема была в том, что все они говорили на берегу. Вот насколько большая работа проделывается до того, как мероприятие начинается? Стараемся. Во-первых, тут нужно понимать, кого вы зовете, и пообщаться с человеком, это важный момент, потому что, собственно, свадьбы тоже бывают. Например, вот если мы так привязались к свадебному празднику, да и вообще проще, разные ведущие по-разному идут. Есть стиль такой, как вот стендап, когда кто-то будет кого-то подкалывать, совсем-совсем, хотя многим это не нравится тоже, потому что мы пришли уже на свадьбу, ну можно просто приятно посидеть. Покушать, выпить, пообщаться. Да-да-да. Есть свадьба, самая, наверное, такая простая свадьба, которую вел, это я был в качестве конферансье. Получается, что у нас были молодые, он оперный певец, она играет на арфе у нас, и, собственно... Соответствующая публика, соответствующие гости. Моя задача была выходить, дорогие друзья, а теперь выступят... Распорядитель скорее. Да, да, конферансье. Да, вот как бы объяснить и уйти. Все. Я не провел за свадьбу ни одного конкурса. Мы в финале что-то там банальное запустили, шарики в наверх. Замечательная свадьба. Все были довольны. Собственно, вот, казалось бы, я стараюсь, мы когда объясняем, мы говорим, что мы так вот по-питерски ведем, аккуратно, интеллигентно, у нас нету шуток, у нас нету конкурсов, не нужно носом толкать по штанине апельсин, да, у соседа, таких конкурсов нету. Аккуратно, вроде бы все и смеются, но как бы над ситуацией больше смеются, не над тобой, не тем, что ты там ползаешь. Наверняка и классику заказывают с апельсином в штанине. Ну, если очень захотят, если... То можно, все что угодно. Хотя мы стараемся вот здесь тоже аккуратненько объяснить, что может быть тогда мы не ваши ведущие, может вам стоит... Приходилось вообще отказываться от каких-то моментов? Да, да. Почему, кому? Ну, например, почему, почему отказывать? Когда видели, что клиент не совсем понимает сам, что он хочет, и, ну, с нашей стороны, хоть мы и беремся почти за все, но нам кажется, что это нереализуемое, может быть, этические какие-то, да, понятия, там еще что-то делать. Ну, вот так вспомнить, чтобы мы отказывали. Бывают очень некоторые клиенты, когда ты понимаешь, что они очень как-то беспокойны, и еще на стадии даже вот первых переговоров, и понимаешь, что праздник превратится в головную боль для всех. для ведущего. Вы это уже чувствуете по общению. Да, обычно это чувствуется по общению, и ты тогда, к сожалению, приходится придумывать себе, говорить, что, извините, вы знаете, 27 число, вот мы с вами говорили, Москва, позвали Москву, большой корпорат, с большим удовольствием, но вот могу кого-то вам посоветовать. И тогда вот как-то это все... Драки когда-нибудь заказывали? Драки... Это классика, драку заказывали. Ну, бывали, слушайте, такие вот показушные у нас были, парочку драк с артистами, то есть именно чтобы... Просто если посмотреть по интернету, бывают иногда настолько жесткие праздники, когда, да, вот... Розыгрыши. Розыгрыши. Когда там, например, ОМОН, да, например, 16 лет ребенку, он позвал своих гостей, все хорошо, сидят у себя там где-нибудь в огромной квартире, это московские вот розыгрыши, и врывается ОМОН, находит у них, например, наркотики, да, подбрасывая друг, там что-то белый порошок, их всех в стенке, сейчас мурыжат, что-то делают. Потом в фигуре с потолка падают шарики. Хорошо, что, да, здоровье позволяет, да, потому что вот у старших кто-то может... То есть именинник, естественно, у него находит что-то, то есть он там уже в наручниках, потом мама заходит, сынок, с днем рождения, пусть этот Новый год, 17 лет запомнит тебе на всю жизнь. И, ну, что удивительно, да, там вот на видео, то, что я смотрел, он говорит, что, да, мама, спасибо. И, видимо, запомнит на всю жизнь. Главный критерий все-таки, чтобы все остались довольны, живы и здоровы. Когда я начинал свадьбу, да, естественно, у меня били, вот, например, меня. Но били в том случае, мы сам, скажем так, сам дурак, делали знакомую свадьбу, я тогда еще больше им просто пришел в качестве гостя, они попросили устроить какой-нибудь маленький фейерверк, купили мы вот как раз эти готовые фейерверки в центре города, и небольшой переулок, мы его запустили, часов, наверное, где-то в 10, и свадьба пошла гулять дальше, вешать замочек и бросать ключ в Неву, а я остался как раз немножко прибрать, вылез со второго этажа, прямо не постеснялся, вылез папа, мы разбудили ребенка, громко было, красиво и громко, и у него была в руках ножка от табуретки, и вот вся моя спина, все, хорошо, что кости крепкие. То есть еще один критерий, живо-здорово, должны остаться и артисты, а не только те, кто отмечал праздник. Спасибо вам большое, у нас в гостях был известный в Петербурге организатор праздников Никита Попов, вы смотрели программу «Время встречать гостей» на канале «Середом», оставайтесь с нами, не переключайтесь. «Время встречать гостей»